Привет, друзья! Часто, кстати, спрашивают по поводу того, что красненькое такое в моей бутылочке. Об этом еще не снимал видео, потому что я где-то месяц как тестил все эти спортивные питания, штучки. В общем, я пока что, это первое питание, которое я попробовал, называется Nutrition Brand. Я думаю, он довольно-таки популярный, многие спортсмены его едят, постят. Я, собственно, так вот как-то на него и попал, кстати, реклама работает. И вот что я заметил, то, чем я пользуюсь сейчас, бутылочки красненькое, это изотоник. Изотоник – это такая штука, когда у вас много выходит пота, и вместе с потом выходят всякие соли, минеральные вещества, и все это желательно восполнять. И вот изотоник выполняет эту функцию. Поэтому я себе купил сразу большую банку, но он есть в таких стиках. Я сегодня стик Антопелю дал, он его уже припил. И вкусно вообще? Ну, как фанточка типа. А у меня вкуснее было? Красненький. Не знаю. Просто дело в том, что я все время с собой брал, у меня все подпивали, говорили, о, как классно, возьми мне. И вот я взял, и Антопель говорит, ну, наверное, у тебя было вкуснее. Знаете, как у соседа типа всегда лучше? Пожалел. У соседа вкуснее. У соседа вкуснее? Короче, это красный фрукт. Красный фрукт действительно вкусный, потому что я взял себе еще грейпфрут. Но только это эндюренс напиток изотоника. Есть там попроще из-за фреш, типа рефрешер. Есть еще восстанавливающий. И я пока что все это пробую. Но вот что мне нравится, то, что ты когда покатался, ну, в общем, тебя так не высушивает, у тебя не забирается энергии. Ты как на следующий день обычно, когда много потел, как помидор высушенный. Точнее, не помидор, а что там, не знаю, что-то, в общем, высушенное. А тут все ок. Потом энергетический батончик. Я его уже съел. И сейчас обед, и я до сих пор не хочу есть. Ты просто его чуть-чуть грызешь, подгрызаешь, и у тебя много сил, энергии. И жара нереальна. Мы уже несколько часов катаем, и я себя чувствую очень свеженьким. А протеиновый батончик я обычно ем, когда уже вроде как хочется есть, время обеда. Но вот когда я съедаю какую-то шаурму или бургер, меня сразу убивает, и я потом уже не могу кататься. То есть сейчас же мы катаемся на этом споте, потом будем переезжать на Дрогожичь. И во время переезда я просто съем вот такой батончик протеиновый, я наемся, в принципе, и смогу дальше кататься. Вот такая вот цель. Антон, расскажи ты про Nutrition. Ты, я так понимаю, дольше уже его пробовал, что ты... Дольше сижу. Дольше сидишь на химии. Что ты из этого перепробовал? И там по составу мне Лена рассказывала, что то, что в Сильпо продают по 12 гривен, это другая вообще история. Хотя на нем тоже написано Энерджибар. Вот, но... Ключевой момент в том, что качественные гели и энергетические батончики, их отличает принципиально то, что у них используются углеводы с разной степенью всасывания в организм. Получается, по мере того, как вы употребляете тот или иной продукт, у вас быстрее происходит абсорбация организма, как бы, нужных элементов. И за счет этого, получается, быстрее появляется энергия, быстрая. Понятно. Ну и плюс еще такие штуки, как вот я заметил, здесь написано на всех практически этих батончиках, там нет глютена, нет сахара. Ну это же тоже важный показатель, да? Да, то есть они более полезны для организма. А чем именно ты пользуешься? Батончики Nutrition. Ну какие именно, Энерджи или Протеин? Энерджи. В основном энергетические все. Протеин больше приятнее употреблять, как бы, в жидком виде, то есть уже дома размешан. А энергетические батончики во время катания для энергии, гели во время катания и изотоники. Больше всего чувствуются изотоники, в общем-то, и гели в работе, как бы, быстрее всего приходит эффект. Ага. Я думал, изотоники только минералы возвращают, или они так же и силы какие-то дают? Есть, которые, ну, допустим, Nutrition, Endurance, он идет с аминокислотами. Это я его пью, кстати. Он же восстанавливает, получается, как бы, мышцы лучше сразу, как бы, во время занятия. А Протеин, вот в таком ракурсе, как я его сейчас, типа, ем, есть смысл вообще его есть? Ну, или только после тренировки, в конце дня. После, как восстановитель, да. Ага. А если вот между, вот сейчас мы на этом скоте катаемся, потом я сажу батончик и пойдем на следующий. Ну, что же пойдет, как калории. Ага. Ты мне впарил говно? Нет. Основная энергия, ее лучше всего можно ощутить, как бы, ешь сразу с бодрячком. Особенно, если берете модели с кокеином. Это прям вообще, как энергайзер такой. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Купили вот такую штучку от комаров. Они нас загрызли. Мне кажется, половины меня уже нету. Оно еще и от клещей оказывается. Чуть-чуть воняет, правда, поэтому, может быть, не знаю. Но стоимость это какая-то дичь. Да, стоит недорого, но проверим, кстати, помогает вообще или нет. Ну, хожу, хоть делает Украина. Вот этот вкус очень интересный, с лакрицей. И говорят, что он такой на вкус, что непонятно, от чего тебя раздупляет. От кофеина или от этого жуткого вкуса. Молодое лакрице. Ну, кофеин, вот которые XX Force, вот эти, они вообще бомба. Ну, это обычные. Ты пробовал уже? Не-не-не. Я вообще с кофеином еще не пробовал. А можешь мне кусочек оставить, я попробую? Поздно. Прямо. Я понюхаю. Вот эти XX, там такое, знаешь, мы последний раз уже катались. Уже еду такой, знаешь, вяленький, шарахнул. Такой паровоз включается сразу. Не такое оно уже ужасное, как Саша рассказывал. Он, наверное, привык к своему здоровому питанию. Это химия с кофеинчиком. Быстро. Быстро. Так на дропе ускорился. Я тебя уже застремал. Друзья, катаем уже обед. Мы еще не обедали, сажали по батончику. Если подумать о еде, то есть хочется. Но так, в принципе, нету такого желания. Само по себе оно не возникает. Энергия есть. Коля не жрал спортпит и поехал домой. Как-то так примерно. Посмотрим, насколько нас еще хватит. Так, 4 часа вечера. Мы еще продолжаем кататься. Но уже силы чувствуют на шуме. А у тебя что по силам? Хорошо. Есть хочу, но силы есть. Не знаю, почему это происходит. Этот прекрасный день заканчивается. И мы уже едем вот туда, как нам показывают. Вот прям туда. Я еду на своем велосипеде. Олежа едет на туринге. На чужом. И вообще очень интересно будет сейчас посмотреть, насколько он меня уделает. Ну, надеюсь, мы когда-то с ним еще... Ну, короче, он мне должен провести. Я надеюсь, я успею. Так, друзья, несколько интересных вещей, которые я заметил по дороге домой. Первое. Это не пытайтесь на подвесе угнаться за каким-нибудь гравл-велосипедом или турингом. Потому что, ну, мне кажется, что Олежа просто дышал и ехал очень круто. А я 10 потов сменяю стекло. Но я с трудом его догонял. Ну, понимаю то, что он едет вообще налегке. А я еду очень сложно. И, конечно же, по асфальту, ну, резина и все остальное дается в знаки. Ну, я это изначально понимал. Но все равно вот мне надо было выехать из той точки, где мы были. Я не знал дороги. И пытался по максимуму угнаться за ним. Второе. Киев нереально красивый. Он весь меняется. Причем меняется с каждым годом. Поэтому даже если вы здесь давно живете, как я, а я здесь родился, я только что проехал, как будто экскурсию целую. Вот так вот прошла у меня перед глазами. Очень много всего интересного. Те места, в которых я редко бываю. На велосипеде это все смотрится по-другому. Потому что ты едешь и, ну, да, тебе надо следить как бы за дорогой. Но ты, тем не менее, можешь посмотреть что-то вокруг. Очень интересно. Поэтому выезжайте. Иногда просто бесцельно покататься по городу и посмотреть. Потому что каждый год в своем же городе вы можете выезжать, как будто первый раз видеть вообще этот город. Ну, и я, тем более, как человек, который часто путешествует, то так интересно. Иногда ты много путешествуешь, но ты же другие города. А тут твой город настолько сильно и быстро меняется, что ты здесь оказываешься как будто впервые. Ну, и третье, последнее. Это нужно почаще собираться с друзьями. Ну, так как мы сегодня брать велосипеды, пытаться. Антопель сегодня молодец. Ему огромное спасибо. Он нас всех собирал. Потому что мы все время пытались куда-то. Я домой, нет, я домой. Я даже пытался упетлять. Вот как раз, ну, мне надо было и по работе. И, в принципе, я сегодня не хотел до самого поздна прям кататься. Но, тем не менее, он всех скрепил. Всех там чуть ли не поругался со всеми. И все собрались. И мы, в конечном итоге, очень прикольно. Ну, покатались само собой отлично. А после каталки еще очень здорово посидели, поели мясо, поигрались с собаками. В общем, в такой крутой, дружной атмосфере. Еще провели вечер. И, да, он был прав изначально. И он говорил, что вы об этом не пожалеете. Это не зря. Давайте соберитесь тряпки. Да, мы собрались. Было очень здорово. И сейчас еще вообще весь день был просто невероятно крутым. И это будний день, среда. И вот так вот можно всем организоваться, собраться, чуть-чуть напрячься и провести очень крутой день. И включить туда каталку. И все то, что не относится к каталке, тоже можно туда включить. В общем, собирайтесь почаще. Размешил бабушку рядом сидящую. Я у нее спросил, похож я на психа, который общается с камерой маленькой. Говорит так, ты схожий на психа, але шпик информации я разумею. Примерно так. Говорит, доброе, что с позитивом, это наиголовнейшее. Вот такой вот урок от бабушки, которая сидела рядом со мной. Друзья, хотелось бы напомнить, что в интернет-магазине eBiker у вас есть промокод STANDSTEP, по которому можете получить скидку 7% на весь ассортимент, применив его при заказе. Спасибо вам за просмотр и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok